Хотите вы того или нет, но дота постоянно меняется. Из патча в патч, валва добавляет в неё новых героев, новые способности, новые артефакты и новые аганимы. И если новые герои и новые скиллы всегда запоминаются и вызывают кучу внимания, то вот аганимы будто бы просто отправляются в небытие. Множество игроков, которые имеют там 5000 часов и более, до сих пор не знают какой аганим что делает, поскольку их валвы постоянно меняют. Особенно это касается не очень популярных героев. Некоторые, например, до сих пор думают, что аганим на думе даёт ему бесконечное действие ульта, если он рядом с жертвой, или что аганим на клокверке уменьшает ему кд ульты до 12 секунд. Прекрасное было время, конечно, но их аганимы уже 100 лет как поменяли. Собственно, сегодня, друзья, мы с вами вспомним аганимы, которые валвы удалили из игры, либо же полностью переработали. В общем, усаживайтесь поудобнее, разуминайте свои олдскулы, ну а я начинаю. Открывает наш, так сказать, топ Виндрейнджер. Исторически так сложилось, что VR-ка была в мете почти всегда. Не было ни одного патча, чтобы она была прям, ну, очень слабой. Она либо адовая имба, либо же обычный герой. И причиной тому является её ульта. За всё время её существования она кардинально изменилась лишь однажды. Изначально VR-ка могла бить в ульте только стоя на месте. И да, такое время действительно было. И только спустя множество лет ей разрешили стрелять и бегать одновременно. А вот аганим на VR-ку, в отличие от ульта, пережил множество изменений. Изначально самый первый аганим на неё появился ещё в 2009 году. Он уменьшал кулдаун ульты с 60 секунд до 15, и что наиболее важно, убирал снижение урона от ульты. Такой аганим просуществовал аж до 2014 года, и валвы решили его немножечко понерфить. Во-первых, теперь аганим уменьшал снижение урона от ульты не сразу до нуля, а в зависимости от уровня прокачки этого ульта. Только на последнем уровне ульта аганим полностью убирал снижение урона. Это было более логично и сбалансировано, поскольку раньше можно было зарашить аганим и нарезать ультом первого уровня без снижения урона. Ну и кулдаун с аганимом оставили прежним. 15 секунд при длительности в 20. Это было удобно, поскольку ты не мог бегать и стрелять одновременно, поэтому времени на убийство было гораздо больше. По сути, это выглядело как-то так. Сделал три выстрела, подбежал, сделал ещё три выстрела, потом опять подбежал и так далее. В стане же расстреливать было очень удобно. Следующий аганим вышел на вэрку снова спустя 5 лет, в 2019 году. И это было полное фиаско. Новый аганим отныне не усиливал ультимейт, поскольку он уже и так был усилен тем, что вэрки наконец-то дали возможность бегать и стрелять в ульте. Новый аганим усиливал её виндран, причём реально сильно. Он добавлял ему целых два заряда, увеличивал скорость передвижения на 45% и убирал лимит скорости. Думаю, кто играл в то время, должен помнить, как носилась та вэрка с аганимом. По сути, это был бесконечный виндран, который просто нужно было нажимать по кулдауну. При этом ты бегаешь с бешеной скоростью, и по тебе никто не может попасть, потому что миссы. И если корни собрал мкб, то убить такую вэрку под виндраном и бкб было почти нереально. Ни физ урона, ни маг урона, почти полная неуязвимость. Это, конечно, было полное безумие. По статистике с дотабафа, на тот момент вэрка с аганимом имела винрейт в 71%, при том, что аганим был на седьмом месте по популярности. Поэтому спустя два года, в 2021, ей сильно порезали этот самый аганим. Отныне он больше не снимал ограничения на скорость передвижения и не увеличивал её на 40%, но взамен он ускорял виндран до максималки в 550 единиц, и, что наиболее важно, давал пассивные миссы с шансом в 30%. То есть даже без активного виндрана попасть по вэрке было трудно. Ну и на сегодняшний день нет её последний аганим, но думаю, вскоре его тоже поменяют, потому что сейчас он стал немножечко слабее, о чём говорит даже дотабаф. Винрейт аганима упал до 65%. Я понимаю, что это всё ещё дохрена, но покупать его стали всё-таки гораздо реже. А теперь вас ждёт загадка от Жака Фреско. О чём мы сейчас поговорим? На размышления даётся 30 секунд. Только досмотрите до конца, там вас ждёт важный подарок. Ну ладно, шутки в сторону. Ведь имба Энерджи — это первый в РФ и СНГ быстро растворимый энергетик для геймеров. У него огромное количество вкусов, и чтобы облегчить вам выбор, на сайте имбы появились рекомендации от блогеров с их фаворитами. Лично я, как настоящий дотер, жду имбу со вкусом пива и со вкусом Симона, чтобы я мог полноценно играть на Баратруме. Ну а из тех, что существуют, я, конечно же, предпочитаю лесные ягоды, потому что этот вкус кисло-сладкий с чётким привкусом малины и смородины. Ещё нравятся тропики, они тоже кисло-сладкие, но вкус такой густой, что ли, как настоящий сок, в общем. Ну и арбуз и дыни тоже шикарен. Этот вариант нравится, наверное, вообще всем. Круто ещё и то, что имба совместно с вашими любимыми блогерами выпустили эксклюзивные шейкеры. Ну а если вы так и не определились со вкусом, то берите стартер пак, там сразу несколько вкусов, что поможет вам выбрать свой любимый. Ну и ещё имбу теперь можно заказать и в Украину. А вот для тех, кто хочет попробовать энергетику уже сегодня, имба теперь доступна на полках 15 магазинов, настольных игр и крутых подарков МОС Игра. А чтобы ответить на загадку Жака Фреско, я даю вам промокод с одной бесплатной пачкой имба Энерджи. Какой там вкус? Самое время узнать. Переходи на сайт и разгадай загадку Жака Фреско. Дальше у нас идёт Бэйн. Его аганимная история тоже весьма занятная. Его первый аганим тоже вышел в далёком 2009 году. Он просто увеличивал периодический урон от ульта и ничего более. Поэтому из патча в патч его начали усиливать. Спустя год ему увеличили высасывание маны. И ещё спустя год увеличили длительность самого ульта до 6 секунд. Ещё спустя год снова увеличили длительность до 7 секунд. И это не шутка. Они реально каждый год апали ему аганим вот так вот, по чуть-чуть. Но этого всё ещё было мало. Поэтому в 2014 году валвы придумали нечто реально оригинальное. В патче 6.82 его аганим, помимо всех прошлых усилений, давал ещё одну крутую особенность. Каждый герой, который атакует Бэйна во время ульта, получал сон текущего уровня Бэйна. Выглядело это очень странно, но капец как необычно. Эдакий сонный отсос. Просуществовал этот аганим где-то 3 года. А потом валвы решили, что всё это не то. И в 2017 году решили полностью отказаться от усиления его ульта. Отныне аганим Бэйна усиливал его вторую способность. Он уменьшал кулдаун Брэйнсапа до полутора секунд. Вы просто представьте себе. Раз в полторы секунды 300 чистого урона по цели. Причём работал этот скилл даже сквозь всякие БКБшки. Представили себе это сосалого, да? Ну и спустя 4 года, в 2021, валвы вновь удаляют аганим и добавляют совершенно новый. На этот раз они вернулись к истокам и вновь решили усиливать ультимейт. Во-первых, новый аганим уменьшает кулдаун до 45 секунд. А во-вторых, он создаёт во время ульта 2 иллюзии, которые тоже кастуют ульт вместе с настоящим Бэйном. То есть, чтобы сбить каст ульта, нужно либо застанить все 3 иллюзии, либо убить их всех, включая самого Бэйна. Тут, конечно, идеально подходит какой-нибудь Даззл с шардом. Однако, интересно и то, что настоящий Бэйн может просто уйти после каста ульта, оставив иллюзии работать за него. Так что, этот вариант аганима мне реально нравится. Он оригинальный. Ну и берите себе на заметку, если вдруг вы играете на саппортах, но не знаете, кого пикать, Бэйн с аганимом имеет винрейт в 70%. Ну и напишите в комментах, какой аганим вам нравится больше. Усыпляющий, сосущий или трипл пенетрэйшн, не знаю, как это назвать. Следующий герой в нашем списке — Питлорд. Его первый аганим появился весьма поздно, аж в 2017 году. Совсем свежачок, так сказать. Однако, несмотря на это, его успели переделать аж три раза. Первый аганим был весьма странным. Он давал 50% бонусного урона от своего третьего скилла союзникам. Для тех, кто не играет на Питлорде, позвольте объяснить. Пассивка Питлорда накладывает дебаф в вот таком вот радиусе вокруг себя. Враги в этом радиусе имеют пониженный урон на 35% с руки. А также, если в этом радиусе умирает крип, то Питлорд получает 8 урона, а если умирает герой, то он получает 45 урона. Этот урон висит на Питлорде 75 секунд. Короче, Питлорду достаточно просто быть в замесе или рядом с крипами для того, чтобы получать урон с руки. Так вот, со старым аганимом эта пассивка распространялась и на союзников. Если союзник в радиусе нашей пассивки убьет крипа, он получит 50% от того, что получил бы Питлорд. То есть, за крипа, например, наш тиммейт получит 4 урона, а за героя 22. При том, что сам Питлор тоже получит этот урон, но уже в полном размере. При этом, длительность дополнительного урона с аганимом продлевалась аж до 100 секунд. Короче, надеюсь, я понятно объяснил. Но пока я объяснял, я думаю, стало понятно, почему этот аганим не прижился. Как-то слишком сложно для обычных игроков, я полагаю. Хотя, в целом, этот аганим весомо повышал ДПС руки всей команды. Однако же, вскоре его удалили и перенесли в таланты на 25 уровень. Взамен ушедшему аганиму спустя 3 года пришел новый. Он стал усиливать ульт Питлорда, причем очень сильно. Как вы, наверное, уже знаете, ульт Питлорда позволяет ему после задержки телепортировать его и всю его команду на любое союзное строение или любое существо, которое не является героем. Например, на птичку Бестмастера или союзного крипа. Ну и, в общем, что делал новый аганим? Он уменьшал задержку каста до 1 секунды. При том, что без аганима задержка была 4 секунды на последнем уровне. Разница весомая. При этом аганим еще и снижал кулдаун со 100 секунд до 50. Короче, каждую минуту Питлорд вместе со своей тимой мог летать почти в любую точку карты, а потом улетать обратно на ТПшках. Столь жесткий аганим не мог остаться без внимания. И буквально в следующем же патче его переделали. Он больше не уменьшал КД до 50 секунд, но зато давал ульте 2 заряда. Кулдаун этих зарядов был 100 секунд. И такой вот нерф полностью отбил желание покупать на него аганим. О чем говорит статистика с дота бафа. Ну и буквально в следующем же патче валвы осознали, что переборщили с таким жестким нерфом. И буквально недавно выпустили совершенно новый аганим, о котором вы, наверное, уже все знаете. Потому что ради него валвы даже создали новую модельку портала. Новый аганим дает Питлорду новый скилл, который позволяет создавать портал на огромном расстоянии. Этот портал работает в обе стороны и позволяет пользоваться им своим тиммейтом сколько угодно. Дальше у нас идет Хаос Найт. У него не так много изменений, как у прошлых, но все равно интересно. Короче, у него первый аганим тоже появился поздно, в 2016 году. Но зато этот аганим был чем-то супер странным и необычным. Короче, его ульта становилась направленным скиллом, который можно было использовать только на союзных героев и на себя самого. Ну и несложно догадаться, что происходило после использования на союзника. Ульта ЦК делала все то же самое, что и самим ЦК, но только на союзном герое. С аганимом она создавала три сильные иллюзии, которые наносили 100% урона. При этом эти иллюзии были подконтрольными именно ЦК, а не союзнику, с которого их создали. И это был крайне странный аганим, поскольку ЦК, как правило, пикается в кора и никого сильнее в команде обычно нету. Зачем ему утратить ульт на союзника, мне вообще непонятно. Однако же, если его взять в саппорт или какую-нибудь тройку, то, наверное, есть смысл от такого аганима, потому что можно сделать сильных иллюзий своего кора. В остальных случаях он был реально бесполезен. Спустя три года Валвы вспомнили об этом аганиме и решили его все-таки усилить. Теперь он еще и уменьшал урон, получаемый этими иллюзиями. Изменило ли это что-то? Нет. Поэтому в следующем же патче ему полностью реворкают аганим, и он стал еще более странным, но вроде как более полезным. Теперь с аганимом наш ульт создает одну дополнительную иллюзию ЦК, и при этом создают иллюзию каждого союзного героя на карте. И все это попадает под контроль самого ЦК. То есть ЦК одной кнопкой может создать копию всей команды и нихреново так забайтить на условный блэкхолл. Ну или же просто очень быстро с пушек, потому что в общей сложности он создает 9 иллюзий. Это же безумие какое-то. Сам я на ЦК не играю, но кто играет, напишите пожалуйста в комментах, так ли это все жестко на самом деле. И кстати, не знаю в курсе вы или нет, но у меня есть свой дискорд сервер, на котором я почти каждый день играю с подписчиками. Ну и если ты адекватный чел, который хорошо играет, то залетай ко мне на сервер, будем играть вместе. Только ознакомься с правилами сервера, чтобы понять как именно я выбираю себе тиммейтов. Там все подробно расписано. Короче, жду. Следующий герой это Дараксир. Его жизнь тоже помотала. Первый его агоним вышел в 2011 году и давал достаточно крутое усиление. Чем-то похожее на агоним ЦК. В общем, с агонимом стенка Дараксира могла создавать иллюзии союзных героев. Однако же спустя 2 года этот агоним убрали и добавили новый. Он всего лишь увеличивал урон создаваемых иллюзий врагов на 140%. И это как бы все. Просто изменение пары цифр по сути. И вот спустя почти 8 лет Валве вспоминают про Дараксира и его скучнейший агоним. Полностью его удаляют и дают новый. Он усиливал не только ульт, но и вакуум. С агонимом кулдаун вакуум остановился 12 секунд на любом уровне прокачки. И увеличивал длину стенки аж в 2 раза. Она была реально огромной. Но и этот агоним тоже не прижился. Он был удален спустя год и в 2020 ему добавили новый. Этот агоним улучшал его щиток. И теперь его второй скилл имел 2 заряда с кулдауном в 9 секунд. Но что еще наиболее важно, он давал 350 кп союзникам, на которых вешался. Включаю крипов. Ну и сам щиток длился 20 секунд. Звучит конечно весьма безобидно и скучно. Но если верить статистике с дота бафа, это лучший агоним на Дарксира из всех что были. Агоним на Дарксира занимает 3 место по популярности. Он обгоняет даже арканы и грифсы, вы прикиньте. Ну и винрейт с ним тоже приятный в районе 58%. Короче, вот такая вот эволюция агонима. От создания иллюзий союзников и супер длинной стенки до хила от щитка. И кстати ребятки не забудьте тыкнуть лайк, поскольку делать такие ролики очень долго и очень сложно. Сами представляете сколько времени занимает раскапывание такой старинной инфы. Ну а вы друзья, какие удаленные агонимы запомнились вам больше всего? Пишите в комменты. Также если вам нравится слушать об удаленных агонимах, то у меня есть еще 3 ролика на эту тему. Вы их видите на своих экранах, можете тыкнуть прямо сейчас и посмотреть. Ну и самое главное не забывайте подписываться на мой паблик вк. Там куча годных мемасов по доте. Ну и вступать в наш дискорд сервер. Ну а я с вами друзья не прощаюсь, еще услышимся.